Главный тренер футбольного клуба «Аланья» Владикавказ, Спартак Гогниев, ответит на вопросы наших болельщиков, которые были заданы в социальных сетях нашего клуба. И первый вопрос, его задавал Ахшар Хурумов и Руслана Елисеева, они считают, что самый главный вопрос, естественно, о спонсорах. Этот вопрос сейчас уже практически закрыт, но я думаю, будет конференция. Вообще, я знаю, 9-го числа должны собраться, это все обсуждить, и там будет и спонсор, и все это объявит. В общем, чуть-чуть подождать, и все узнают. Рауль Джоев, Заур, Гоцлоев, Пата, Сокуров и Король Мира считают, что самый главный вопрос для всех, есть ли задача выйти в первую дивизион? Задача перед футболистами стоит в каждом матче выигрывать. Если мы будем все игры выигрывать, то, конечно, мы выйдем в первую дивизион. Поэтому задача сейчас укомплектовать состав, он укомплектован практически, и показать хорошую, достойную игру. И там будет результат. А как только появится результат, то, конечно, нужно будет выполнять задачу. Аслан Бичарахов. Спартак Артурович, вы недавно завершили карьеру, но еще многим дадите фору. Не планируете ли быть играющим тренером? Нет, это точно нет. Я и до этого говорил. Я полностью тренер, и как футболист уже всех в мире смотрю. Джамал Алиев, Денис Котельников, Тимур Ардасенов и Саша Смолов спрашивают, как попасть в команду и что для этого надо? Для этого надо с детства тренироваться и иметь какие-то навыки футбольные, которые понравятся тренерскому штабу. Мы выбираем. У нас был просмотр. У нас каждый год перед чемпионатом просмотр бывает, перед сборами. Мы смотрим футболистов. Мы сейчас смотрели тоже футболистов и двух подметили. Сейчас они у нас уже на контрактах. Человек под ником «Цифровая нагрузка» спрашивает, а где просмотр проводится? Я приведу вам второго месяца. Мы только рады будем. Просмотр может практически всегда в таком режиме. В онлайн-режиме просмотры можно устраивать. Но мы же оцениваем, как. У нас есть и дублирующийся склад сейчас. И сейчас появилась и вторая команда «Спартак» будет. Поэтому больше возможностей футболистам, которые не замечены, прийти и заявить о себе. Поэтому мы смотрим республики чемпионата. Мы смотрим все чемпионаты юношеские. И мы футболистов перспективных так и так замечаем. Но бывает такое, что некоторые просто откуда-то или в Москве приезжают, или еще кто-то. Смотреть нужно всех и всем уделять внимание. Потому что на самом деле, может быть, мы все пропустим. Ну да. Для Месси, тем более, у нас будут открыты двери. Хотя можно сказать, а может быть, Месси не вписывается в игровую концепцию «Спартака» в Губниево. Нет, нет, нет. Месси – это Месси. Зурак Гогичаев спрашивает. Планируется ли анонсирование переименования клуба со «Спартака» на «Аланью»? Все планируется. Руководители клуба все это объявят. И объявят и спонсоров, как мы дуэтов говорили. Потому что все вот в ближайшее время будет. А тут сейчас пойдет серия вопросов по персоналям. Азамат Гутиев, Гранд Саркисянс и Джамшет Нуриддинов спрашивают. Кто из футболистов покинул клуб и кого приобретаем? Ну, покинул клуб. Я опять-таки же говорю, сейчас нужно много что говорить, но будет вот 9 числа. Мы должны заявить людей, у нас заявка за 25 человек. Все мы будем объявлять. Мне кажется, это будет даже встреча с болельщиками в таком формате. И там уже мы объявим и новичков всех. И представим их. Расскажем о каждом. Расскажем. Все это будет. Поэтому это все запланировано. В ближайшее время мы просто по датам еще как бы определились вроде бы. Ну, вот в ближайшее время это все будет анонсировано. Амзор Гулиев спрашивает. Нужны ли нам игроки высокого уровня или справимся со своими воспитанниками, решая задачу выхода? Еще раз говорю. Если есть определенное время, если есть, не давляет никакой результат, не давляет какой-то, что надо выигрывать постоянно, то, конечно, мы можем справиться со своими воспитанниками. Для этого нужно поступательное движение. Каждый год в течение пяти лет совершенствовать свою команду, укомплектовывать ее своими воспитанниками, и они прибавляют. Тогда да. Но если это как-то локально, и если это все равно уровень мастерства определенных футболистов, нет ни одной команды, чтобы только на своих воспитанниках было. Потому что все равно, когда люди мастеровитые приезжают, они извне, с Россией, они все равно показывают, какое отношение должно быть к футболу нашим футболистам. Поэтому иногда же и юношеский футбол нужно перевести и более взрослый профессиональный футбол играть. И на это и наталкивают такие люди, которые приезжают из России, которые другого немножко уровня, по качеству. Они, может быть, постарше, поопытнее. И учишься, ты за ними растешь, ты тренируешься в среде, начинаешь развиваться, и тем самым растет и команда. Поэтому всегда в любой команде, в нашей команде будет ротация, и будут люди, которые будут приезжать. Если они будут сильнее, они будут оставаться и играть. И, чтобы полечить радоваться. Плюс такой момент тоже присутствует, что на какую-то позицию, может быть, вот у нас в наших школах, но не вырос на конкретную позицию игрок. Не вырос, все равно это, конечно, юношеский футбол. Но у нас очень богатые футбольные республики. Мы просто сейчас, в данный момент теряемых. Они пораньше уезжают в разные клубы, как же Краснодар, Спорталь, ЦСКА, потому что очень много родителям не скажешь, почему вы их забираете. Здесь нужно создавать условия. И я думаю, сейчас в республике начинается движение вперед, создаются условия для детей, которые здесь развиваются. Но в дальнейшем они почему-то разъезжаются, в 14-15 лет уже в другие клубы. И очень тяжело удержать чем-то. Деньгами определенно не удержишь, чем-то удержать условиям, только нужно удержать и отношениям. Выстроенная инфраструктура уже выстраивается. Команда «Премьер», например, когда я был, будучи футболистом, была «Премьер-лига», две команды второго дивизиона. И все смотрели, например, «Лигу» с такими глазами. Все хотели туда попасть, и никуда не уезжали. Ну, уезжали, но мало уезжали. А сейчас спокойно до Краснодара доехал, до школы, показал, тебя взяли, потому что и перспективы, и все. Поэтому разъезжается очень много наруб. Даже сейчас два человека мы заметили, тренировали Мишеля Пухаева и Кошу Каргинова. И мы не могли их не подписать, потому что они молодые футболисты. И, получается, они взяли и изъявили желание потом уехать. Один в «Рубин» поехал, а другой в «Зенит» поехал. Вот, как удобно, и забрали обувь. Поэтому удержать очень тяжело, в плане того, что все равно какие-то условия мы должны давать нашим футболистам, чтобы они здесь уже развивались и здесь нам уже помогали. И потом в дальнейшем отсюда уже мы их выпускаем. Сейчас все кардинально меняется. Мы хотим это изменить. И руководители наши на это нацелены. И движение вперед есть. Как это будет потом, все равно это все поступательно. И это за один день не сделаешь. Поэтому надо поступательно двигаться вперед. Мехмед Азилов спрашивает, правда ли, что Аслан Дугев и Михаил Бакаев перейдут к нам? Нет, это неправда. Георгий Дзестелов спрашивает, с учетом того, что ушел Аршиев, как вы собираетесь усиливать вратарскую линию? Сейчас у нас второй человек – это Бураев, Табашвили и Муртазов, которые нам помогают. Мы смотрим еще молодых вратарей. Еще позиция вратарская, она так рассматривается. Сейчас в ближайшее время мы уже определимся по тем вратарям, которые будут у нас. У нас же еще мы задумывались о том, что у нас есть вторая команда. Молодежь, которая не подходит, например, в Аланию, она должна проявлять себя во второй команде. В Спартаке, Владикавказе. И это та же лига второй дивизион. Те же условия тренировочные, и те же команды, с которыми можно конкурировать. Просто молодежи Польше уже дается и шанс, и времени для того, чтобы проявить себя на этом уровне. Это круто. Поэтому по составу, по костяку мы-то поделились. Буквально одна-две позиции еще у нас такие пограничные. Потому что, ну как бы мы еще раздумали. Алан Томаев спрашивает, почему бы не заманить через полгода Кокорина и Мамаева в Аланию? В скобках пишет, без шуток. Насколько это реально? Я думаю, это нереально. Потому что в любом случае, во-первых, финансово составляешь. А во-вторых, это же еще желание футболистов должно быть прийти в наш клуб. Если желание есть, возможности есть, тогда это реально. На данный момент находимся во втором дивизионе. И нужно поднимать именно уровень команды. Это быть в ФНЛ, либо быть в премьер-либе. Чтобы думать о футболистах более высокого уровня. На данный момент у нас собраны футболисты хорошего уровня. Мы собираем, как сказать, комплектуем команду для того, чтобы быть во втором дивизионе. И на что-то рассчитывать. А все-таки мы думаем уже и о ФНЛ, и думаем уже и дальше. Поэтому мы комплектуем Мисослав и видим в футболистах, если они у нас. Значит, видим перспективу более высокого уровня. А как это все будет? Это покажет чемпионат. Рамси Болтонский, ну это, наверное, его такой ник, он спрашивает. Спартак Артурович, возможно ли возвращение Валерия Газаева на пост президента или на другую должность к нашим клубам? А в этой жизни все возможно. В данный момент это, наверное, не обсуждается. А так? Нет ничего невозможного. Марку Маренич спрашивает. Спартак Артурович, вы за или против уменьшения мест на стадионе? Народ против, чтобы места уменьшались, так как если команда собирается подниматься в высшие лиги, этих мест не хватит. Кстати, сразу скажу, что, наверное, треть вопросов были связаны с количеством мест на стадионе. Сейчас заполняемости нету полной стадиона, тем более одна трибуна, она считается здесь аварийной, ее нельзя вообще запускать. Но при мне, приходя вот 12 игр, которые прошли на стадионе, но меньше домашних игр было, 12 урок было, не было полной посещаемости вообще даже этой трибуны. Была хорошая посещаемость, от трех, максимум до пяти тысяч. Поэтому на данный момент нужно поднимать. Да, если мы пойдем дальше, эти вопросы встанут. Но я так знаю, что если реконструкция этого стадиона будет, там на 15 тысяч, по-моему, да? Ну, такая заявка. Дай Бог, чтобы эти люди приходили. Если будет постоянно биток здесь, то я думаю, руководители республики найдут какой-то выход. И этим можно апеллировать, чтобы построить новый стадион. Или расширить имеющийся. Да, либо расширить этот. Самое главное, чтобы так было, чтобы люди на самом деле приходили и болели за свою команду. Тем более, сейчас я еще раз говорю, все-таки две команды будет. И надо уделять внимание, надо удивлять внимание именно нашему футболу, нашим воспитанникам. Мы хотим создать условия, в республике Ходиабки создать условия для футболистов, особенно для молодых, чтобы все-таки они здесь развивались, все-таки выходили на более высокий уровень. Хасан Тристанов, он в продолжении этой темы спрашивает, а учитывалось ли ваше мнение при принятии плана реконструкции на стадион и как вы сами к этому вопроситесь? Моего мнения не учитывались, потому что должны компетентные люди в этом вопросе. Я в этом не разбираюсь. Конечно, как рисунок, как макеты, я что-то видел где-то, но все равно в этом вопросе, я думаю, заниматься должны люди, которые в этом разбираются. Так, Хасан Тристанов задал не один вопрос, у него еще такой вопрос. На какой срок рассчитан ваш контракт на данный момент? На три года. Он же спрашивает, из команды уже на данный момент ушло много игроков. А с чем это связано? С чем связано? Ну, во-первых, пришли люди, которые усилили нашу команду. Во-вторых, я говорил, что я буду присматриваться и за полгода, за пять месяцев, которые я здесь. Мы сделали выда по определенным футболистам, с которыми нам идти дальше и которые не пойдут с нами дальше, ввиду разных причин. Есть причины ревита, есть причины того, что мы не сможем дать игровую практику определенным людям, которые могут и хотят играть. Разные причины в связи с этим. Любой клуб протирует состав, любой тренер все равно в поиске, во-первых. Во-вторых, я говорил, что минимальное количество людей уйдет, и мы точно усиливаемся. Это футбольная жизнь. Не факт, что те люди, которые сейчас уйдут в нашего клуба, не заиграют где-то в других клубах. Может быть, у нас сильнее. На данный момент мы сами себе не враги, и уж лучших бы, наверное, не отдавали. Но есть разные причины. Есть причины, например, Миша Жабкин ушел, у него закончился контракт, на это повалять не смогли. Тут же Этенури Буке ушел, у него в ФНЛ ушел, тоже препятствовать не могли, тем более тоже закончился контракт. Есть объективные причины и есть субъективные причины. Мы отталкиваемся от того, что у нас сейчас есть, и двигаемся дальше. Человек под ником Сахарный Человек спрашивает, когда будет нормальное освещение на стадионе, вечером ничего не видно, поменяйте лампочки на прожекторах. Согласна, вообще, если разобраться именно в кухне, все равно экономия, во-первых, понятна, когда зимнее время, тогда нужно будет делать и прожектора, и они есть. Освещение на самом деле, мы это видим, оно желает лучшего. Но мы все равно на данный момент, сейчас пока лето, пока до 8 часов средство, мне кажется, можно и без освещения играть. А когда это будет, я думаю, вопрос больше к людям, которые этим занимаются. Но я думаю, что они не думают, а знают, что в этом идет обсуждение. Должно что-то измениться. Орлен Бахонов спрашивает, можно ли приходить на тренировки и наблюдать, как проходит тренировка? Можно мы за, бывают открытые тренировки, бывают закрытые тренировки. Вот на данный момент у нас открытые тренировки. Вы можете, каждый желающий прийти. Конечно, желательно, чтобы это было по заявке, чтобы это было как бы в клуб направили, например, наши болельщики письмо. Потому что вот сегодня мы хотим там человек 50, 60, 70 прийти, чтобы мы это тоже и осветили. Это очень приятно для, можно как-то фотосессию, автограф, сессию. Это все великолепные вещи. Но это все равно в формате того, чтобы не просто так, это по одному, по два человека ходили. Потому что мы не знаем, кто это, что это. А чтобы это было в формате такого, что да, решили открытую тренировку провести. Все. Мы только за, чтобы болельщики приходили и поддерживали нас. Аркадий Багдасаров спрашивает. Спартак Артурович, зачем вы открываете школу московского Спартака? Ну, наверное, имеет виду не лично вас, а вообще, что у нас в городе открывается такая. Я первый раз это услышал, но я думаю, она открывается. Это, знаете как, это уже, наверное, руководитель. Я не сторонний, я сразу говорю, я против. Но здесь, понимаете, любой, как это сказать, по франшизе может любой открыть. И вот сильно захотеть, любую школу по франшизе можно открыть. Будь то и тогда в Ладикавказе или в любом другом городе. Поэтому, может быть, какие-нибудь коммерсанты решили это сделать, чтобы заработать денег. По мне, наши школы, и юность, и Барс, и Спартак, это сейчас три школы, на которые нужно основополагаться, из которых выходят на самом деле хорошие, и есть специалисты, которые там тренируют хорошие, и воспитанники хорошие выходят. Мне кажется, надо это сохранить. А то, что это, я думаю, это есть бизнес, а есть футбол. Республика и руководители Республики говорят, что хотят, чтобы футболисты занимались. Это же не платные какие-то группы у нас там на юности. Футболисты заниматься должны футболом и тренироваться в хороших условиях. И это создает Республика им это. На данный момент, я же еще говорю, движение вперед есть, и это круто. А по поводу этого «Спартака» я категорически против этого года. Альберт Тегеев спрашивает, где будет играть команда, когда начнется реконструкция стадиона? Хороший вопрос. Были заявлены и «Октябрьская» посмотреть стадион, и на юности тоже там какие-то трибуны есть. Поэтому, как только к этому ближе будет, я думаю, будет ясность. Есть определенные резервные стадионы, которые должны быть заявлены. Я думаю, это тоже спрашивать лучше там. Думаю, первостепенно «Октябрьская», но там тоже сейчас поле не такого качественного перестилать. Может быть, базу можно будет тоже как-то зарегистрировать, чтобы на ней играть. Тогда, может быть, там. Это еще в процессе. Артем Бабич спрашивает, в какой футбол будет играть команда в следующем сезоне? Приходите на стадион и увидите. И мы хотим, я же всегда говорю, мы хотим играть в агрессивный футбол, в зрелищный футбол. Болельщик любит, когда команда не просто так там стоит, отбивается. И когда команда агрессивно атакует, тем более, мы не там выросли. Мы любим футбол, мы любим ярких футболистов, которые индивидуально сильны. Любим, когда атака на атаку идет, когда можно засушить игру, сидеть в обороне и за счет мастерства каких-то футболистов забивать штрафные или пенальти бить. Мне кажется, надо идти чуть более по другому пути. Нужна и зрелищность, и результаты. Нужно доминировать, нужно показывать, что хозяин на поле одна команда. Тяжело это на словах легко говорить все это, но тяжело это привить, во-первых. А во-вторых, тяжело это кропотливый труд. Ребята, которые тренируются и на поле. Это физические нагрузки большие. Поэтому все покажет результат чемпионата и игра в чемпионате. Мы нацелены выигрывать в каждом матче, поэтому приходите поболеть за нас. Любой болельщик, который чуть-чуть следил за Спартаком Гогневым футболистом, примерно должен знать, какой футбол будет команда показывать. А Тамирлан Джабиев спрашивает, даже не спрашивает, а может сказать, обращается. Он пишет, сделай чудо, верни Осетию на стадион, докажите, что вы команда, которая не сдается, потому что мы, осетины и жители республики, верим в вас и в вашу команду. Спасибо большое. И я скажу так, но это не чудо, просто кропотливо работать и нацеливать. Я думаю, чудес каких-то нету в плане того, что это все работа. Как кто работает, как каждый футболист, как тренер работает, как он отдается делу. Так и будет результат. Я же еще раз говорю, результат, это кропотливый труд не только тренерского штаба, в первую очередь, даже не тренерского штаба, а в первую очередь, футболистов, которые на поле. Поэтому мы уважаем их не труд, мы их ценим, но мы и стараемся сделать их немножко лучше. И моя задача, как тренера, сделать каждый футболист, который у меня есть, чуть лучше. Если я этого добился, я думаю, я выполню свою задачу. А результат он придет, потому что каждый спортсмен голоден до результата. Он мечтает выигрывать. Никто не мечтает быть последним и становиться десятьятором или еще один. Потому что мечты должны сбываться наши, превращаться уже в реалии. И заключительный Таймик Хадайф, он даже пишет, это не вопрос, а пожелание. Выведите команду в ФНЛ. Пока, ФНЛ. Спасибо большое. Мы будем стараться все взять для того, чтобы наша команда вышла. Ну, а я от лица всех наших болельщиков поблагодарю Спартака Артуровича. И надеюсь, мы еще не раз ответим на вопросы наших болельщиков. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.